Паркур Паркур Продолжение следует Ну, то есть надо уметь преодолеть свой страх. Что-то не получается делать это снова и снова. Травмы при таком передвижении бывают. Кстати, соотношение травм, скейта, BMX и роликов в паркуре гораздо меньше. Но чаще всего в паркуре со смертельным исходом. То есть кто-то говорит, что паркур не экстремальный. На самом деле... Смерть в основном та, когда люди прыгают с крыши на крышу домов. В 2002 году был случай. Человек, трейсер, прыгнул с крыши и на забор упал. Вы же настолько экстремальным не собираетесь заниматься? Пока нет. В дальнейшем, может быть. А что говорят родители о вашем увлечении? На любви. Таким небезопасным видом спорта. Они пока ничего не говорят, так как не знают. После этой программы они вам сейчас скажут. Наверняка к вам подходит, что это может быть замечание, даже делаю частенько. Бывает? Бывает, нас не понимают. Бывает. Несколько раз было. Ну то есть говорят о том, что возможно вы портите имущество. Да нет, кстати. На самом деле, как вам кажется, портите или нет? Ну, имущество тут, думаю... Вреда меньше, чем от того же скейта. От того же скейта. То есть там на гранях катаются, полматься может. Плитка какая-нибудь резная. Чисто на руках преодоление препятствий. Как руки и ноги. Вы пытаетесь ставить какие-то рекорды между собой? Вот, допустим, за 7 секунд добежать от парка до 3 поросят. Ну это легкая атлетика. Это нереально за 7 секунд. Ну, пока что нет еще. Вот у них вдвоем есть спор. Если кто-то сделал трюк, то нам надо его повторить. То второго повторяют обязательно. И какой трюк самый сложный из того, что мы сегодня видели? Ну, это, наверное... Это, наверное, тот, который умеет делать только Саша. DashWalt. DashWalt. Это когда ноги прилетают вперед, ну, перелетают через парапет, а потом только отталкиваешься руками из парапета. Вы готовы к тому, что все-таки кто-то будет это всегда не принимать и будут считать вас, мягко говоря, хулиганами? Ну да, конечно, готовы. Но мы будем доказывать обратную сторону, что мы плохого ничего не совершаем. Ни одну заповедь, ни одну конституцию. Вы как-то разделяете участки по сложности? Что вот тут сложно, а тут просто. И от чего это зависит? Смотря какой трюс. От высоты. От высоты, от расстояния, которое нужно преодолеть препятствия. Ну, конечно, от погодных условий. То есть надо думать, что зимой не получится этим заниматься. Нет, почему получится? Ну, когда будет очень скользко, то вряд ли. Вот некоторые только, когда руки скользят, это очень кормопасно. Ну, зимой также можно будет с угробы, можно отрабатывать акробатические элементы, как сальто и так далее. А я так понимаю, идеальный паркуркер – это человек-паук? Нет. Не паркуркер, а трейсер. Трейсер. Ну, человек-паук, да, конечно. Плавное первое место стоит. Ну, летать там. Делать больше пяти шагов, пусть и не вертикальный. Это пока нам не дано. Ну, пока не дано. А интересно, тренировки позволят это? В итоге, конечно. Ну, как мы видели на видео в интернете, которое было, то, в принципе, это возможно, люди это делают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мальчишки и девчонки, если вы тоже хотите рассказать о своей дружбе, обсудите это с родителями и звоните нам по телефону 3-20-16. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...